Здравствуйте, участники нашего вебинара. Всех приветствую в этот праздничный день, День космонавтики. И мы с вами отправляемся в увлекательное путешествие, может быть не космическое, давайте-ка я уберу, а может быть не космическое, но тоже, тоже довольно специфичное. Мы будем разбирать сегодня то, что называется Tough Interview Questions. Такие сложные вопросы на интервью, не технические, упаси бог, не технические, а такие вот, что не знаешь, чего сказать. И у нас есть какие-нибудь волонтеры, друзья? Вот мы будем сейчас через несколько минут обсуждать, отвечать на вопрос, расскажите о себе. Есть у нас желающие рассказать о себе. Вот, я так, я правда не уверен, как у нас тут настройки сделаны, будет ли слышно человеку, который говорит. Вот, ну если будет слышно, то мы тогда запишем, да, то есть, чтобы было. А, как проверить-то сейчас, я гляну, секунду, аудио. Давайте я проверю наши настройки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не знаю как, честно, прямо так на ходу не получается. Ну да, ну ладно, тогда не будем, хорошо. Ладно, тогда не будем. Или, может быть, на словах так попробуем. Значит, итак, давайте мы отправимся в ваш тест, который вы делали. Делало вас немного народу. Вот 28 человек. Значит, почему эти вопросы задают? Потому что они позволяют понять, наш ли этот человек к нам пришел. Если человек не наш, ну так он не наш, ну что нам от него нужно? У меня была одна девочка из Индии, студентка. Она пошла на интервью, я говорю, ну рассказывай. Она говорит, меня ничего не спросили. Я говорю, ну как к ней ничего не спросили? Что вот сказали, иди домой, как вот, когда пришла? Нет, говорит, спросили, расскажите о себе. Я говорю, ну. Она говорит, а вот так, чтобы там HTML, там JavaScript. Вот я готовилась, никто не спросил. Значит, что произошло? Она этим ответом на вопрос, расскажи о себе, себя похоронила. И дальше уже не важно было, знала она HTML, там, или JavaScript. Но если вот не наш человек, какая нам разница, что он там еще знает. Да? Понятно. То есть, если уже покойник, то не так важно, потерял ли он перед сном. Понимаете, вот как в анекдоте. В общем, давайте мы посмотрим, что у нас в нашем тесте. У нас начинается с вопроса, почему мы должны тебя нанять. Но мы немножечко так сейчас его проскочим, и пойдем на следующий. Вот этот, вот. Tell me about yourself. Tell me about yourself. Мне надо будет немножко так приспособиться по-русски, если это все рассказывать. Но, давайте я так, но поскольку у нас рынок все-таки американский, мы на него ориентируемся. И надо сказать, что те вещи, о которых я буду говорить, имеют такие культурные особенности американского рынка. То есть, я не знаю, как это пойдет там где-нибудь в Киргизии, там, или, может быть, во Львове. Но, вот мы все-таки рассказываем про американский рынок. Давайте мы начнем с вопроса, tell me about yourself. Сейчас скопирую вопрос, заброшу его сюда в ноутпэд. И выстрою, как бы, некоторую последовательность рассказа. Имейте в виду, что все эти вопросы не предполагают долгую какую-то историю. Ну, так. Ну, полторы минутки. Ну, минутку. Вот это вот, тоже называется, attention span. То есть, сколько человек внимания может удержать? Ну, полторы минуты он может удержать. Вы, конечно, можете что-нибудь такое начать рассказывать, что он вообще обо всем позабудет. Но это редко так бывает. Итак, начинается это все с образования. Ну, давайте мы пока по-английски будем. Слово понятно. Education. Что там у вас за образование? Образование может быть профильным, может быть непрофильным. Это не суть важна. Вы рассказываете о себе. И, фактически, полная формулировка вопроса, не вообще расскажи о себе, а расскажи о себе так, да, расскажи так, чтобы нам захотелось тебя нанять. Вот же какой вопрос-то на самом деле. Расскажи о себе так, чтобы нам захотелось тебя нанять. Вам дают возможность. Каждый раз, когда вы на интервью, и вам задают какой-то вопрос, внутри себя вы должны возликовать и сказать, Господи, спасибо тебе, что ты послал мне этот вопрос, что я могу иметь лишнюю возможность показать, какой я классный. От вопросов не надо отделываться. Понимаете, можно от всего самого лучшего в жизни отделаться. От жены, от детей, от родителей, от друзей. От всего можно отделаться. От себя самого можно отделаться. Но это противоположный случай. Вы хотите использовать это. Вам дали возможность. Пошли дальше. Утренний кофе. Так, значит, education. Следующее. Ну, образование получил. И дальше чего делал. Там, work experience. Не в том смысле, как в резюме написано. А резюме у них есть. У них и прообразование в вашем резюме есть. Но в данном случае не ведется следствие. Нет следователей, нет прокуроров. Идет рассказ. Он, может быть, еще и не посмотрел даже на ваше резюме. А может быть, он смотрит на него одновременно с тем, как вы отвечаете на этот вопрос. Это, как правило, первый вопрос. Если вообще его задают, то это первый вопрос. Задают ли его и как часто? Ну, вот, скажем, 9 из 10 мест вам зададут этот вопрос. Это будет самый первый вопрос. То, как вы на него ответите, определит весь дальнейший ход интервью. И я хочу еще, чтобы вы кое-что понимали в этом во всем. Значит, интервью это процесс такой, где происходит конкуренция. Это как бы рыночный такой процесс. И, конечно, если вы там супер-дюпер специалист, там и все такое, да еще по рекомендации, тут вопросов нет. Но если вы вышли на рынок, вы еще не супер-дюпер, а так, ну, начинающий или там, мид-левел какой-нибудь. Есть люди, кроме вас еще есть. Или, может быть, экономика не такая хорошая. Есть люди вокруг. И они сравнивают вас с другими людьми, которые более-менее способны выполнять работу. Значит, очень важно понимать, что если вы работу выполнять не способны, вас не возьмут. Это как бы уже за пределами. В Соединенных Штатах я вам сказал, что если вы не можете выполнять работу, скорее всего, вы на интервью вообще и не попадете. То есть, сначала они посмотрят на ваше резюме, потом они могут вам позвонить или не позвонить. Но если они позвонят, они вас что-то поспрашивают. Они сделают так называемый фон-скрининг, чтобы зря время не тратить. Ну, там 20 минут поговорят, и достаточно. И если уже все хорошо, вас приглашают на интервью. То есть, вероятность того, что до интервью физического, вот это face-to-face, дойдет человек, и он не в состоянии делать работу, эта вероятность относительно низкая. Итак, вот, допустим, у нас есть две позиции. Скажем, mid-level, entry-level, junior-level. Не бог весь, какие серьезные. А мы же с вами профессию меняем, да? То есть, когда мы станем синерами, там будет другой разговор. Но вот сейчас. Ну, пришли пять человек на две позиции. Ну, хорошо, один из них что-то такое обломился там, ну, действительно, что-то полуграмотное, или набрал в резюме, не может там двух слов связать. Бывает, бывает. Ну, хорошо, осталось четыре. Осталось четыре человека, каждый из которых в состоянии делать работу. Ну, вот смотрите. Как выбрать из четверых двоих? Хотя все четыре могут делать работу. Если вы думаете, что иметь больше квалификации лучше, нет. Это называется у нас overqualified. То есть, как бы, чересчур квалифицированный. Понимаете, вот если вы знаете в три раза больше, чем нужно, чтобы делать эту работу, вы не получите ее так же легко, как человек, который просто знает достаточно. Итак, есть четыре человека, надо выбрать двоих. И дальше начинается, а что за человек? Вот это отвечает на вопрос, что за человек? Расскажи о себе. Значит, итак, образование было такое, опыт работы, вот чем-то я занимался. Ну, хорошо. Дальше, каким-то образом он решил поменять профессию. Вопрос, почему? Значит, why career change? Почему профессию вообще менял? Это еще не вопрос, почему ты в тестеры пошел. Это вопрос, почему вообще профессию меняешь. У тебя же была профессия. Люди, которые в США ищут работу и которые здесь живут, не всегда, но в значительной степени, вот этим барьером является, триггером, скорее даже, вот этим триггером является иммиграция. Вот он был, допустим, я не знаю, архитектором. Там, в Москве. Приехал сюда. И дальше выясняется, что вот для того, чтобы снова стать архитектором, вот таким, как он там был, может занять там довольно много времени, лет. Много лет. Пока он там, значит, получит там свое лицензирование, пока он состоится в бизнесе, то есть, да. И потом, знаете, еще бывает, что унизительно в своей профессии быть на две ступеньки ниже, чем ты на самом деле вот себя чувствуешь и был раньше. Ему гораздо проще там за несколько месяцев на что-то переучиться и начать с нуля в новой профессии, чем начинать с низкого уровня в своей. Я видел очень много таких людей. И что-то произошло. Или у него английского не было, или он понимал, что, скажем, рынка нет. Вот он, допустим, был там программистом, я не знаю, на там, One S. Ну и что? Вот он приехал. Что ему теперь делать? Ему надо переучиваться. Понятно. Так вот, значит, почему менял профессию? Значит, вот иммиграция, например. Или еще что-то. Какие-то были причины. А теперь, а почему из всех возможных вариантов смены профессии вдруг это оказалось тестировать? Мы сейчас про софтвер тестинга говорим. Софтвер QA. Почему QA? Следующий вопрос. А как ты себя видишь? Ну дальше что с тобой будет? Ну вот, давайте, мы уже пошли так по-английски писать. How do you see yourself? Yourself. Ну, могут сказать 3 года, 4, 5. Господи, что я тут пишу? Yourself in 3-5 years. From now. Еще раз. Вот это вот так, чтобы нам хотелось тебя нанять. Вот это. Давайте я его скопирую. И вот сюда тоже напишу. Вот сюда. То есть, не вообще, как ты себя видишь, а так, чтобы нам тебе нанять хотелось. Вот это вот, как ты себя видишь, это один из типичных вопросов на интервью. Почему профессию менял, это тоже один из типичных вопросов. Почему эту профессию, это тоже один из типичных вопросов. Не вообще почему, а так, чтобы хотелось тебя нанять. понимаете как ты себя видишь не вообще как ты себя видишь но так чтобы хотелось тебя нанять я помню с девочкой она беседовал 23 года она закончила здесь местный университет не бог весь какой такой третий сортненький но у нее мастер по computer science и она такая молоденькая азиатская такая девочка но на место американская такая светится вся как солнышко и я говорю как ты себя видишь там она говорит вот сразу из университета она говорит между набегать вот тогда я бы никого больше давай но я интервьюирую пред и она говорит что я хочу присоединиться к моей маме в ее бизнес fashion design то есть такой модный бизнес дизайн модная одежда я хочу что сразу не пойдешь прямо сейчас все не пойдет она говорит я хочу денег заработать и прийти с деньгами я бы хорошо отчеты сразу да не пошла изучать дизайн модной одежды а пошла в computer science она где а это у меня запасной ход давайте и я понимаю что она молоденькая я понимаю что она открыта ко всему я понимаю что она может быть там поработает полгодика годик она забудет там про маму с ее фэшн дизайном еще еще мальчик появится хороший вообще все так чертой матери улетит ей 23 года но представьте себе что рядом с этой девочкой есть другая девочка и тоже молод молоденькая и тоже вся светится и глаза горят я спрашиваю ее как ты себя видишь и она говорит я хочу мир изменить к лучшему через допустим софтвер чтобы пользователи были рады счастливы и так далее я мир хочу изменить ну 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 и что или она говорит мне пока мы жили в китае там родители запрещали заниматься компьютер сайенс потому что это не женская профессия почему китай вот может быть это было в туркмении ей говорят ты не найдешь работу у меня была девочка здесь из туркмении она закончила по компьютер сайенс она не могла работу на эти вот и и вот наконец она дорвалась эти и вот человек который как у нас клеим май лайф бэк да то есть я как бы затребую свою жизнь нам вернуть хочу свою жизнь поставить ее на рельсы снова и вот это очень сильная фраза как i want to claim май лайф бэк и и вот какая-то девочка которая сама не знает чего хочет понимаете мы не вообще отвечаем на вопрос мы отвечаем на вопрос в условиях когда есть конкуренты который не хуже нас профессионально так вот как ты ответишь на этот вопрос так чтобы тебя захотелось нанять если вы вторую часть игнорируете из вопроса на этом все закончилось то есть это не значит что вас не возьмут но вас возьмут не в силу того что вы хорошо это сделали а в силу того что у них не было лучшего выбора все равно в условиях честный такой как бы существующие конкуренции вы бы проиграли вот вот собственно и все поэтому мы мы стараемся делать так чтобы не зависеть от конкуренции а какая не есть конкуренция бить ее и и все как как бы сделать максимум того что мы можем вот мы в этих условиях работы а как ты себя видишь другой вопрос тоже типичный такой из этой серии а почему мы тебя должны нанять это вай шутбе хайрю шутбе хайрю ю шутбе хайрю я хочу сказать что с точки зрения попрактиковаться я вот сейчас вспомнил у меня на канале силикон вал и войс на youtube канале я сейчас туда пойду есть видео которое называется ну я может быть со своего интерфейса а нет давайте я я прямо как вот как пользователь сейчас зайду значит я так расскажите я по-русски значит расскажите о себе расскажите о себе на собеседовании вот пожалуйста расскажите о себе на собеседовании и вот второе вот то что здесь есть мы с блогером наталья и квик отрабатываем вот эту историю обратите внимание 22 минуты то есть мы берем ее историю и мы так подробно 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 разбираем это все вот тут дальше ниже есть еще одно видео 132 тысячи это из курса который мы тогда делали в одиннадцатом году я думаю вот тогда тоже какой-то кусочек тут на девять минут но с натальей мы просто идем и подробно подробно разбираем поэтому я думаю что ничего более детального на эту тему я пока еще не записывал хотя то что мы это тоже мой кстати вот этот собачка и расскажите о себе вопрос на собеседовании делаем черновик вот я на именно про этот вопрос потому что он самый-самый ключевой расскажите о себе потому что в него включено много других вопросов вот мы сейчас это все увидим с вами боже где я ага я был в ноутбе так расскажите о себе так чтобы нам заходят так чтобы нам захотелось тебя нанять а это почему почему тебя есть другие вопросы которые прямо или косвенно с этим связаны но вот хотя бы так то есть история это должна уводить человека в будущее мы не нанимаем вас потому что у вас что-то было в прошлом хотя это важно это существенно мы нанимаем вас для того чтобы в будущем что-то вместе создать такое чтобы вам было хорошо и нам было хорошо если они не хотят чтобы вам было хорошо то ну вы можете там поработать там три месяца взять свое и пойти но в общем-то вы долго с ними с такими не хотите только если уже деваться не поэтому что всем было хорошо поэтому мы и спрашиваем что было раньше чтобы увидеть линию вот этот вот жизненный путь у меня есть если вы по-русски там посмотрите там у меня есть видео про жизненный путь или life path по-английски у меня есть на английском на русском на эту тему они не безумно там много трафика имеют поскольку никто этой темой так не интересуется но это вот самое главное есть для чего они спрашивают расскажи о себе чтобы увидеть путь чтобы увидеть тебя в динамике не в точке сегодня ты пришел ты в точке а я не нанимаю тебя в точку я нанимаю тебя для вектора который идет из этой точки дальше поэтому я хочу понять как ты пришел в эту точку и вычислить куда твой путь лежит лежит ли твой путь через нашу контору или он лежит куда-то совершенно другую область вот там fashion дизайн с твоей мамы мать и это это вот вот об этом все идет вот этот жизненный путь а ну-ка давайте мы было у меня чем такое по-русски до жизненный путь я честно говоря так много видео написал в своей жизни у меня там где-то скоро 7000 будет жизненный путь давайте напишу партнер что это такое да вот пожалуйста собеседование на работу жизненный путь интервью на работу расскажите о себе там ну вот что то есть такое больше в плейлистах я это вижу ладно идем дальше давайте я вам какую-то примерную историю расскажу значит так ну поехали но я говорю типичная история студента портнов компьютер скул например вот девушка говорит я закончила институт как химик и работала потом на заводе там где производит минеральные удобрения в городе ну пусть будет 5 за там запорожье например вот но потом так получилось что наша семья да я да тут очень важно когда вы говорите про свой work experience очень неплохо выглядеть позитивным в общем-то счастливым человеком есть люди которые всегда у них стакан наполовину пустой а есть люди у которых всегда наполовину полный независимо от того что там стакане понимаете поэтому любит людей позитивно и выгодите я честно говоря я любила свою профессию я любила свою работу я не могу сказать что я была абсолютно happy с этим делом но я в общем-то была довольна я не не то чтобы мне там чего-то в жизни не хватало я я в целом была окей но тут получилась такая история что мой муж играл в лотерею грин карты мы выиграли в эту лотерею приехали в соединенные штаты и я задолго до того как мы еще приехали я начала себя началась я спрашиваю что я буду делать и надо сказать что меня всегда интересовал мир компьютеров я вообще хороший пользователь было я даже вот там сделала несколько страничек там веб-страничек для себя и для своих друзей и как-то я такой хороший пользователь и у нас на заводе там работала тоже женщина она уехала на год раньше нас и она каким-то образом стала вот тестировать программное обеспечение я с ней когда поговорил на эту тему а вот ты знаешь посмотри ну я так посмотрела я прошла какие-то курсы онлайновые я изучала книжки читала и так далее я подумала что что в общем-то это мне нравится как-то она соответствует моему складу характера я очень детально я очень люблю чтобы все было идеальное такое знаете меня иногда даже там критиковали что я слишком там перфекшенист какой-то что можно и там спустя рукава что-то было сделать я так не могу я человек качества вот качество это моя фамилия 2 понимать ну вот вот я такой человек мне по складу очень подходит вот и я когда приехала и начала этим заниматься ну допу если у вас есть там какая-то уже может быть первая работа это если нет работы если вы из школы вы говорите я я взяла курс мы там делаем несколько проектов и я каждый каждый день каждую минуту у меня было такое ощущение что я наконец-то задышала полной грудью что я абсолютно счастливый самореализованный человек и все что я в этой жизни хочу я хочу больше этого если мне сейчас предложат работу там химиком или там я не знаю где в тесле там где я я не хочу я хочу заниматься тестированием если в теслу позовут тестировать я пойду в теслу тестировать facebook пойду в google пойду в стартап пойду но я хочу тестировать я хочу через три четыре пять лет выйти на уровень вот мы здесь по-английски мы говорим что тубиком сам ван хумэйк зи дифференс человек от которого зависит что-то пойти сам он хумэйк зи дифференс я так перевел вы говорите я ради этого готов я не знаю пахать днем и ночью я я не считаю времени я ценю возможность ценю возможность кстати есть несколько давайте я тут по-английски напишу может быть для вас несколько таких фраз а тубиком а нет пару по-английски сейчас тубиком 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 сам ван хумэйк если вы мне подскажете адекватный русский перевод я обязательно сюда впишу мне мне просто не хочется на корявом русском самих умейк зи дифференс и на софтвар тестинг есть люди которые знаете особенно вот на индийской улице вот я наблюдаю девчонки они а вот как ты себя видишь и они такие глаза так загораются и прямо щеки они менеджером хочу себя видеть и я так понимаю что в индийской культуре менеджер это какой-то такой магараджа который имеет набор каких-то потрясающих качеств вызывающих не то что уважение а прямо какой-то пиетет некоторые вот наши соотечественники они когда смотрят на людей из индии они говорят ой они там задницу лижут они там все они не лижут они абсолютно искренне испытывают пиетет к начальнику к менеджеру вот к этому магарадже который чтобы выслужиться на этот уровень должен обладать какими-то невероятными качествами больше того менеджер он имеет такие как бы качество заботиться о них это ожидается и он это понимает и он о них заботится и они его любят и обожают и так ну какая-то может быть немножко такая ближе к феодальному да система вот не рыночная а такая вот ближе к семейному такому но это часть культуры так вот не надо через не надо через должность если только в индию поедете может быть но здесь не надо в америке не надо и я думаю что и в россии и украине не надо был у меня человек один его спросили на интервью сколько там он хочет получать через год и я говорю а как как это вообще относится к найму он говорит ну вот это уровень так сказать твоих притязаний вот насколько ты такой я думаю боже разве можно деньгами измерять вклад человека в дело ну то есть конечно мы понимаем что если ты хочешь больше получать ты должен больше внести но измерять самореализованность или уровень амбиции конкретно деньгами это какое-то извращение психическое меня покоробило очень сильно от этого я помню хорошо этот разговор я помню даже где-то рассказывал значит быть someone who makes the difference да вы можете еще сказать тоже есть хорошее например например i like to be real contributor contributor да ах ты господи тут меня клавиатура новая там выскакивает черт что здесь так большой буквы так значит теперь давайте еще что-то скажем посмотреть ключи альч есть еще такая вещь, она имеет безусловную ценность а фил mysell Вы можете спросить человек, а зачем тебе вот что-то? Вот зачем тебе там деньги? Ты хочешь менять работу, почему? Говорит, мне нужны деньги. А зачем? Нет, вы можете сказать, это понятно. Нет, ну все, а зачем? Я хочу понять систему ценностей человека. Он говорит, я хочу купить там железную дорогу. Я говорю, а зачем? Ну что, что? Ну да, вот я ему, а зачем? Он говорит, а вот там шлагбаум будет на этой дороге. Ну, и вот я буду стоять у этого шлагбаума. И дальше, когда проходит там паровозик, я буду нажимать кнопку, а он открывается. Я буду нажимать кнопку, а он закрывается. Нажимать кнопку, открывается. Нажимать кнопку, закрывается. Вы не можете спросить, а зачем? Понимаете, это абсолютно безумный вопрос. Потому что он от этого счастлив. Вот тут был случай, ну уже, наверное, год прошел. Приехали тракеры, такие на больших грузовиках, дальнобойщики так по-простому. Приехали дальнобойщики к Белому дому. Что-то им хотелось там с Трампом поговорить, ну и, видимо, это согласовано было. Пришел Трамп и забрался в кабину этого трака и давай дудеть в это. Бу-бу-бу, понимаете? Не нужно объяснять людям, почему тебе хотелось подудеть. Это абсолютное мальчиковое счастье. Вот и все. Вот так же, как, может быть, пострелять там из настоящего Калашникова, понимаете? Это просто счастье само по себе, не то, что он хотел кого-то убить. Нет. Так вот, когда человек, когда что-то делает человека счастливым, это есть абсолютная ценность, не требующая никаких объяснений. Когда вы говорите, я абсолютно... Ах, господи. Да, значит, это очень важный момент. Человек, который каждый день бежит на работу, потому что он счастлив. Он не замечает, как время пролетает. Я вам могу сказать, без вранья, без всяких вот этих вот дел, я могу сказать, что из моей карьеры в автоматизации, ну, вообще в тестировании там. Самое счастливое время было, когда я работал в компании Борланд, и давно, черт знает, когда это было, но я занимался автоматизацией. И я садился, ну, часам, наверное, к 8-30, вот я там приходил, и когда было уже где-то 5-30, там, может быть, 6, уже пора было идти домой, я был консультантом, мне не положено было сверхурочных сидеть, значит. И вот, я вроде, знаете, ощущение, я только сел, и вдруг говорит, Миша, домой пора, я говорю, что, охренели что, я же только начал, мне, говорит, пора, пора, валя отсюда. Я думаю, боже, и вот я в этом состоянии находился там 8 самых счастливых месяцев в моей жизни, профессиональной. Понимаете? Наверное, это там приедается в какой-то момент, там, или еще что-то, но это какое-то абсолютное невероятное счастье. И вот, вы должны это показать. Тогда никакой конкурент, он может иметь даже навыков больше, чем у вас. Может быть, даже вам и не очень хватает этих навыков, может быть, так как-то, но невозможно такого человека не взять, понимаете? Вот в это мы должны зайти. И у вас должна быть своя история, вы не можете из моей сказать, вот эта история Миша рассказал, и потом менеджер будет говорить, как в Питере мне рассказывал человек, там, его менеджер говорит, «А что вы сегодня сговорились, что ли, там, третий человек подряд сегодня один и тот же вопрос задает?» Там, из нашего видео. Понятно, да? Так, давайте я немножко обратные связи. Юрист, врач? Конечно, конечно. Давайте мы по существу вопросы я так немножко... Хочу стать незаменимым, да, да, очень здорово, да, незаменимым, очень хорошо. Привирать на интервью. Понимаете, какая история? Вы можете привирать, но ведь вопрос же в том, что нельзя косить под того, кем вы сами не являетесь. Во-первых, вам никто не поверит. Фальшь, она сразу на виду. То есть, безусловно, есть люди, которые так соврут, что сами верят в это дело. Я могу сказать, что из, там, 10 тысяч студентов, которых я вот живьем вот тут, вот, в этом офисе, там, за 20 лет с небольшим видел, у меня было спиток профессиональных актеров. Я вам хочу сказать, никто, самые крутые инженеры с компьютерным бэкграундом, с чем угодно, с программистским опытом, не получают столько интервью, то есть, у них полезный выход, так сказать, ниже, чем у актеров, которые вот только из школы вышли. То есть, у нас были актрисы, которые получали на программиста, то есть, она шла, например, там, на абсолютно любую позицию, ее на что угодно готовы ближать. Я говорю, хочешь программистам? Давай, мы тебя научим, говорили им. Понимаете, они вот эту вот сверхзадачу видели, они это свое сквозное действие выстраивали, они понимали игру. Понимаете, ну, это профессиональные игроки, они всплакнуть могут, если что, понимаете. Честность ценят не только в работе, но и на интервью. Я же вас не учу врать-то. Я вас учу отыграть свою роль. Я бы на вашем месте ценил честность в этих людях тоже, потому что, когда тебе пишут требования на работу, которые пятикратно, десятикратно превышают то, чего им реально надо, это с этим-то что делать? Я хочу сказать, что Америка в этом смысле представляет собой какое-то жуткое позорище по сравнению с тем, что вот я вижу, ребята рассказывают, там, в России, Украине, там, Беларуси. Здесь, если ты вышел и говоришь, я вот курсы закончил, интересуюсь работой, это нормально, если тебе 19 лет, 18, а если тебе 35, то это ненормально. Ну, то есть, еще раз, я не хочу сказать, что это вообще невозможно, но это близко к тому. Это близко к тому, они просто не станут с тобой говорить. Они пишут требования, где там втрое больше, соответственно, люди надувают щеки и пишут там хрен знает чего, чтобы соответствовать, потом они попадают на интервью, и дальше на этом интервью вот эти два булшета, булшет на резюме и булшет в job description, вот они встречаются, эти два булшета, и они начинают разговаривать. Ну да, вот они, идиотская совершенно система, жуткая. Поэтому берут реферал, берут вот через нетворки, берут людей, которых знают и так далее. Ну, а где вы там возьмете там на низкие позиции такие начальные, где вы возьмете вот так? Идут на Dice, идут на Monster, идут на Career Builder, идут на все эти дела. Там 9 человек из 10, он там где-то на кухне или там в гараже, какие-нибудь там недельные, двухнедельные курсики, понаписали 7 лет экспириенса, готовы работать за 18 долларов в час, и вот это вот 90% рынка такие. Вот у меня же, я же вам показывал, да, у меня рекрутерская лицензия на Dice. Вот это есть. Поэтому они к этому относятся нормально. Ну, они живут в этом, понимаете? То есть вы не можете прийти в чужой монастырь и сказать, я вот это еще охренели. Да, охренели, у них вот такая норма. Мне это тоже жутко, ну честно. Но я имею дело с тем, что есть. Поэтому, да, теперь. Как обосновать американцу, что хочешь сменить престижную профессию? Юрист, врач, ну помилуйте. Ну, это же очень просто. Во-первых, вы можете сказать, что, допустим, никогда в этой профессии, пусть она и престижная, не чувствовали себя дома, да, как родной. А вам родители сказали, что, вот я скажу, я, например, являюсь носителем очень тяжелого такого, как сказать, этнического наследства, да. Вот, значит, еврейский мальчик, понимаете, не может быть слесарем на заборе. Не, ну где-то, может быть, или там шахтером в шахте, понимаете, так не бывает. То есть даже если его занесет туда, смотришь, там, прошло три года, а он же начальник цеха. Ну вот, и, но дело не в этом, дело в том, что у тебя есть родители. И родители хотят, чтобы у тебя, чтобы у них дети были, если там два мальчика, один пусть будет врачом, а другой же пусть будет адвокатом. Ну, в Америке так, например, да. Когда мы жили в СССР, мои родители говорили, вот инженер, говорит, инженер, он никогда голодать не будет. Вот инженер, у меня мама была инженер, папа был военный. Папа говорил, тебе в армии было неплохо. Говорил он, ты, говорит, веселый, жизнерадостный, такой хороший армейский типаж, тебя бы любили, такой дружелюбный. Понимаете, то есть мне никто не говорил, это нормально, допустим, не иметь высшего образования. Это было горе в семье, понимаете, как же так, мальчик, у него нет высшего образования. И оно тяготеет над тобой, понимаете. А я, например, чувствовал, что я был бы шикарный закройщик. Вот я молодой был, я учился в физмат-школе, я с удовольствием это все. Я просто рассказываю, что когда я наблюдал людей разных профессий, меня иногда тянуло к чему-то такому, ну вот, руками работать. Мой же папа, который там был офицером и так далее, он в 20 лет был слесарем 7-го разряда, ну вот тогда, в 30-е годы. Он рукастый был, у него такой набор инструментов был дома, он очень был рукастый. Он здесь за донтистом, там, ну, старички там, им когда челюсти делали, они плохо сидели, так он у него был дома здесь уже, в Америке, такой набор инструментов, он им подпиливал эти челюсти, они, чтобы они хорошо сидели, представляете. К чему я говорю? Давлеет. Вы говорите, моя мама хотела, чтобы у нее в семье был обязательно врач. И я, для меня это всегда было таким стрессом, вот эта ответственность за жизнь других людей, я всегда думал, боже, когда я, наконец, оторвусь от этого всего. Я не был плохим врачом. Просто мне это очень тяжело давалось. Объяснять, почему вы не хотите быть юристом, ну, разные юристы. Вот у нас, то, что я здесь видел, я хочу сказать, что юристы, которые у нас переучивались в большом количестве, через 2-3 года практически все оказались на менеджерской позиции. То есть, что-то есть в юридической профессии, такое, что, я не знаю, какую-то картинку они видят, или как-то умеют разные интересы вместе сводить, я не знаю, что это. Но они очень быстро вылетают в менеджмент. Еще я хочу сказать, что это не зависит от того, какая была конкретная линия в юридической профессии. Это были и прокурорские, и исследователи, и адвокаты, и, я не знаю, там, они абсолютно все вот обладают чем-то, что вот их туда выносят. Но почему вы не хотите быть юристом? Но вы же не были американским юристом. Знаете, одно дело, ты американский юрист, и ты вдруг ушел куда-то в тракеры, понимаете? А другое дело, ты же не был никогда американским юристом. Поэтому вы говорите, что это, во-первых, это займет много лет. Во-вторых, это требует такого знания языка, да, которого, может быть, вы даже и не уверены, что когда-нибудь достигнете. Но, в общем-то, я бы это делал на позитивной ноте. Вообще, все, что вы делаете, надо делать позитивно. Значит, вы говорите так, что я подумал, что как бы в Соединенных Штатах так много всего, я не должен себя привязывать к какой-то профессии, вот, которая у меня была раньше. При том, что я неплохо себя там чувствовал, но я очень открытый человек. Я думаю, а что еще есть? Вот. И тут мне посоветовали, мне десяток разного советовали. Я смотрел на то, я смотрел на это. И когда я увидел тестирование, тут еще есть одна интересная штучка, которую я вам сейчас тут напишу. Значит, это отвечает на вопрос, почему надо поменять, почему меняем профессию. Значит, I do not want any mediocrity. Так, я сейчас, чтобы не ошибиться-то, mediocrity. Mediocrity. Так, давайте я проверю, правильно ли написал. Не уверен. Так, ну-ка, давайте вот так. Так, mediocrity. Так, так, не так. Mediocrity, mediocrity. Да. Сейчас мы глянем. Вернемся в notepad. Да, правильно ли написал. Значит, это not want any. Mediocrity. Mediocrity это когда посредство такое и так сойдет. Да, там. Whatever. Понимаете? Вы не хотите mediocrity. И как в продолжении этого. I want I want to have a fulfilling a fulfilling a career. Карьер. Никаких полумер в отношении своей половинчатости никакой. Я не хочу в отношении своей медиокрити in my professional life. Так? I want to have a fulfilling карьер. Значит, я извиняюсь, если я где-то там в спеле ошибся, sorry, в notepad там за мной никто не правит. И не то, чтобы я писал много на эту тему в своей жизни. Так. Значит, вот тут мы отвечали на вопрос почему надо меня нанять. Точнее, это говорит как ты себя видишь. Я извиняюсь. Как ты себя видишь через 3-5 лет? Я хочу стать кем-то, кто там у нас была подсказка, да? Без кого нельзя обойтись. Я хочу быть кем-то, кто действительно много вкладывает в общее дело. Я хочу, чтобы мою работу ценили. Я хочу чувствовать себя каждый день, что я счастлив в своей профессии. И самое лучшее, самое лучшее, если вы об этом будете говорить в прошедшем времени, я знаю, что это так. Это уже случилось со мной. Понимаете, я видел, я чувствовал себя, что я реально там нахожу серьезные ошибки. Я видел, что моя работа ценится другими людьми, которые со мной работают. Я знаю, что каждый день я иду на работу и возвращаюсь с работы. Я в этот день счастливый человек. Я это знаю уже. Вот. А хочу быть кем-то, кто makes a difference. Я не хочу никакой медиокрити в моей профессиональной жизни. Это в частности, вот там вопрос у нас был, как быть с юристом или врачом. А представьте себе, что вы были программистом. Вот вы были программистом. И, ну я не знаю, каким-то программистом. А потом пошли делать какой-то свой бизнес. Я не знаю, какой. Полно таких людей. Вот он вроде закончил по компьютер-сайенсу, он там поработал несколько лет программистом каким-то. Потом вдруг раз его вынесло там с пацанами какой-то бизнес делать. И прошло сколько-то лет. И вот он ему говорит, а что же ты не идешь снова в программисты? И вопрос этот оскорбительный на самом деле. Потому что, во-первых, в зависимости от того, каким ты был программистом и что ты именно делал. Первое. Второе. Сколько лет прошло между тем, как ты был и не был. И третье. Сколько тебе вообще лет? Вот представьте себе, вот я сейчас пошел, мне 62 года будет через там две недели. Значит, я в свои 62 года иду куда-то и говорю, я хочу быть вот там, я не знаю кем, сетевым администратором. Не надо сетевым администратором. Ну, тестером. Вот я решил стать тестером. Мне говорят, а какое у тебя образование? Я говорю, я институт связи закончил. Он говорит, а какая специализация? Я говорю, я сетевик, сети связи моя специальная и автоматическая коммутация. Они говорят, Миша, говорят они, а почему, а чем ты занимался? Я говорю, а я делал цифровые дизайны. Я делал цифровые дизайны для аппаратуры передачи данных, Data Transmission, Low Speed Data Transmission. Но это было, когда я прекратил этим заниматься в 82 году. Вы понимаете, что такое 30, 35 лет прошло. И они говорят, так послушай, а почему же ты не едешь в разработку цифровых устройств? Почему же ты не пойдешь тем же сетевым администратором? Почему же ты не пойдешь в интернет-провайдер какую-нибудь компанию? Практически все мои однокашники по институту связи вот этим примерно занимаются. И те, кто еще работает. Это как в рожу плюнуть, понимаете? Но 35 лет жизни это я куда дену? А в 62 года свои я что должен? Заново институт закончить, чтобы этим всем заниматься? Понимаете? Вот. Поэтому, да, если вы наймете меня, то не единожды в будущем оцениваю работу, скажете себе, что это был верный выбор. Этого лучше не говорить. Потому что это похоже на такую дешевую рекламу. это они должны прийти к этому решению. Понимаете? Они должны прийти к этому решению. Вы говорить так не можете. Вы вообще не можете, я бы сказал так, есть красная черта, которой нельзя переходить. Вы не можете им говорить, что они должны или что они будут. Это они должны решить. Вы можете сказать, никто из тех, кто меня там, скажем, раньше нанимал, да, не пожалел об этом, мы до сих пор дружим они со мной переписываются, спрашивают, может я к ним подойду и так далее. Все эти люди до сих пор помнят, как я прекрасно работал. Это вы можете сказать. На возраст будут обращать внимание. Ну, если возраст их реально интересует, то это скажется на том, что вас просто не позовут, если что. Но в больших компаниях они реально как бы всеядные, то есть они очень четко соблюдают вот эту политику equal opportunities, запрещено дискриминировать людей по возрасту, то есть запрещено дискриминировать по очень многим показателям, в частности по возрасту, но когда компания маленькая, они вам не скажут, знаешь, может староват ты что-то, и они не напишут в объявление там старше 35, просим не обращаться. Вот, но реально это все имеет место быть. У меня был случай один, в компании Сиско девочка рассказывала, что, из Индии, что кого-то не взяли, потому что он не из того штата Индии. Понимаете, вот там вся команда была из одного штата, а эта тоже из Индии, но из другого. Так ее не взяли, потому что она из другого штата. Это все есть. Но это все происходит в каком-то таком, понимаете, уровне. Так, был шахтер, проходчик евреев. Бывает, ну конечно же бывает, о чем речь. И полярник бывает, и я не знаю, что же так. А бывают такие чокнутые на всю голову, что и ему лопату страшно в руки дать. Понимаете, сам себя поранит. Разные бывают, ну что же, евреи разные. Я любил технику, электронику, стал ветеринарным врачом. С помощью родни. Помогите мне стать тестером и работать в США. Нет, с помощью родни не надо, по настоянию в родни. По настоянию в родни. С помощью не надо, блатной там сам ничего не может. В карьере за пять лет три профессиональные области, десяток работодателей. Как это показать в выгодном свете на интервью? В первую очередь это надо показать в выгодном свете в резюме. Это ведь не анкета в КГБ, понимаете, или там ФСБ. Это резюме, это рекламная брошюра. Надо правильно понимать, что это. Это рекламная брошюра. Вы показываете свой товар. Это не значит, что вы должны выдать какую-то там спецификацию, которую вы в прокуратуру отдаете. Нет. Ну, вот, вы хотите продать товар. Совершенно не обязательно показывать десяток работодателей. Можете показать троих. Вы можете очень креативненько посмотреть на то, что вы там делали. Вот, я когда-то работал в ЦКБ Министерства связи. Занимался я дизайном вот этих вот цифровых каких-то устройств, которые, значит, там, выполняли какую-то работу при передаче данных. Стояли в канале связи и что-то там вычищали, всякие шумы, там, и так далее. Побег и защищенность обеспечивали. И я их разрабатывал. Это правда. Но я же их, когда с завода приходил, там, опытный образец или когда есть такой процесс макетирования, когда так на специальный такой шаблончик микросхемки ставят, там, проводочками соединяют, тут же смотрят, работает, не работает и так далее. Я и макетировал. И даже паять научился. И даже чертить научился. Ё-моё, никогда в жизни не паял, не чертил, но научился, ничего страшного там нет. Так, нервы успокаивает, уйти какой-нибудь за Кульман, спрятаться, подчеркнуть пару дней. Значит, и я же тестировал. Я писал методики для тестирования. Я документацию на них писал. Я обучал настройщиков на заводе. Я ехал на завод с опытным образцом и обучал настройщиков, как налаживать это оборудование и так далее. Я всё это делал. И когда я написал своё первое резюме, и товарищ, который со мной сидел за соседним столом, он уже был пару лет в США, он посмотрел на моё резюме, он чуть не заплакал. Он говорит, биша, он говорит, у тебя тут пять профессий, так нельзя. Я говорю, а что делать? Он говорит, ну выкинь, документацию писать. Technical Writer пишет. Половина того, что ты здесь написал, вообще technician делает, а не инженер. Понимаете, что происходит? Никто вас не заставляет писать это всё. Это не анкета ФСБ. Это рекламная брошюра. Поэтому это же и есть, как бы сказать, в написании резюме есть некоторая профессиональная работа. Понимаете, вы можете пойти там на интернете почитать, как терять вес. И можете потерять вес, а можете пойти к диетологу, который с учётом вашего возраста, там, привычек и болячек, которые у вас есть, вам индивидуально что-то будет такое. Понимаете? А есть такое, что для всех. Поэтому у вас есть конкретная история болезни. Так давайте так назовём. У вас есть конкретная история болезни. У вас там есть какие-то вещи. Вы можете сами почитать там в интернете или меня послушать. А у меня на сайте полно резюме, кстати, вот на partnov.com там есть коллекция большая по 25 профессиям. А можете пойти к кому-то, кто вам поможет. Я в данном случае не напрашиваюсь, потому что у меня нет времени на это. Я только студентом нашим. И то я сейчас кого-то нанял себе помощника, и только я такой выходной контроль осуществляю. Работал программистом 3 года назад. Сейчас хочется снова идти в обойму, через тестирование. Как правильно построить? Вот я к этому шёл. Спасибо за вопрос. Я к этому шёл. Не то, что адвокат, не то, что там врач, но даже программист. Вот у него была какая-то дыра. И мы возвращаемся вот сюда. Ему говорят, что ж ты программист, и вдруг тебя в тестирование понесло. Почему? Вы говорите, потому что я не хочу посредственности в своей жизни. Я, как программист, понимая, что 3 года меня вышибли, очень основательно, я не хочу быть посредственным так себе программистом. Я хочу быть кем-то, от кого все обалдевают. Я хочу круто. Я хочу, чтобы все ценили мою работу. Я хочу быть незаменимым. Незаменимым. Давайте я напишу здесь, раз мы так слово нашли, значит, хороший. Незаменимым. Незаменимый. Ой, ё-моё. Незаменимый. Вот. И поэтому вот я фактически ответы вам все сюда уже вложил. Дело не в том, какая у тебя профессия. Дело в том, как ты подходишь. Я не хочу в своей карьере иметь чего-то средненького. Я хочу на всю катушку. Как относится американский работодатель к инженеру-механику, который в 39 лет переучился на тестировщика? В Америке есть такой термин. Ну, я как-нибудь давайте отдельно где-нибудь напишу. Так вот, просто вот. Ну, так вот. Называется Midlife. Midlife Career Change. Очень... Ой, ё-моё. Значит, очень многие люди, очень многие из самых невероятных профессий. Это может быть и врач, и адвокат успешный, и так далее. Career Change. Люди, которых вот там еврейская бабушка, или там мама, или там китайские. Китайцы, знаете, как своих прессуют, чтобы они там шли вот туда или сюда. Вот. И там из Индии народ, такое ощущение, что они родились уже с Джавой там. Понимаете? Их прессуют. И вот, и человек говорит, нет, говорит он, раз, скинул с себя и пошел чего-то делать такое, что вообще все родственники охренели от удивления. Midlife, Career Change. Это обычное дело. Вы этим никого не удивите. Но, еще раз, если мы идем через иммиграцию, если мы еще находимся, например, в Кремниевой долине, где иммигрантов существенно больше, чем не иммигрантов, вот в этом бизнесе, вам не надо ничего объяснять. Вы что? Так как же, а все так? так, закончил университет компьютер-сайенс, изучал программирование, поработал полгода сис-админом, так как больше ничего в городе не было. Дальше ушел, наслаждался работать переводчиком с английского. Да, нормально. Сейчас вспоминаю все, иду в тестирование, планы огромные, как к такому отнеслись бы на интервью? Я бы усугубил немножко. Я вам сейчас еще один такой поинт хочу дать. Может быть, надо было бы записать это все, ну, со слов. Значит, люди, которые вас берут на работу, вы должны дать им, помимо понимания того, что они для компании что-то полезное делают, они должны понимать, что они что-то хорошее делают для вселенной. Вот, знаете, в иудаизме есть такая концепция, называется, митцва, митцват, митцват, когда ты делаешь богоугодное дело. И как бы, если ты хороший еврей, ты должен периодически делать вот эту митцву, не спрашивая, что я с этого буду иметь. Ничего, вот что-то такое для мира. Вы не то, чтобы напрашиваетесь на эту митцву с их стороны, не дай бог, но людям надо дать ощущение того, что они сделали что-то хорошее, независимо от их религиозных или атеистических убеждений. Понимаете? Поэтому, если приходит девочка и говорит, ну мне нужна какая-нибудь работа, в конце концов, я же должна там накопить денег, чтобы к маме присоединиться в ее бизнесе. Ну, хорошо. Или приходит человек там, а что ты пришел? Говорит, ну вот там увольнение было, так я другую работу еще. Какую? Ну, какую? Ну, так, в принципе, я вот это вот делаю. Или, приходит человек, так, и говорит, я меняю свою жизнь. Я, вот то, что я говорил, claim my life back. Ну, ну-ка, где там это? Давайте, эту надо записать. My career change. Да, вот это вот, по-английски мы говорим, I am claiming my life back. То есть, по каким-то причинам, my life back. По каким-то причинам, осознанно это было, или неосознанно, но я не жил своей жизнью, а теперь я ей живу, и я это знаю, я это вижу, я уже там, там одной ногой, или может быть, даже уже двумя. Поэтому, I am claiming my life back. Как отказать такому человеку? Вот спросите себя. Как отказать человеку, который хочет свою жизнь вернуть, поставить на рельсы? Дайте им возможность почувствовать себя людьми, которые в мир что-то отдают, большое, красивое. Вы должны быть тем инструментом, через который они делают мир вокруг себя лучше. Поэтому, вот эта история, закончил институт, компьютер сайенс, изучал программирование, поработал с админом, в городе ничего не было, дальше ушел, работал переводчиком с английского, не надо про неофициальную трудовую книжку, вот это не надо. Скажем, в Америке точно не надо. Работал и работал, у вас никто трудовую книжку не просит. Если вы там в своей стране, вас скажут, а есть трудовую, я скажу, работал без трудовой, так вышло. Но вопрос же в чем? Вы не ответили на вопрос, первые два шага у вас есть. Вы говорите, я закончил, вот мое образование, понял, работал, чем занимался, вот этим. Следующий вопрос идет, почему ты хочешь чего-то изменить? Вы сразу начинаете, куда вы идете, подождите, а почему вы меняете профессию? Что произошло между тогда и сейчас? Вот это же очень важный момент, то есть что-то, то есть вы работали переводчиком, получаете удовольствие от своей работы, чего вас вдруг понесло в тестирование, а вы все это время чувствовали, вам не хватало ощущения полноты жизни, вы не были happy, вы говорите, что вы наслаждались, но может быть наслаждались, не надо говорить, вы работали переводчиком, увлеченно, все такое, но вот это чувство, что вы не самореализовались в компьютер сайенс, в программирование, вот в этом мире, это чувство, оно сидело, оно висело, оно давило, все эти годы, пока вы были переводчиком, вы знали, что вы вернетесь, вы не знали только как, но тут, что произошло, вот кто-то вам рассказал, что есть такое тестирование, да, а когда у тебя этот гэп увеличивается, а при этом у тебя еще и опыта-то особо нет, полгода сисадмином, а дальше что? И вот чем больше этот гэп растет, тем меньше ты чувствуешь себя привлекательным для работодателя, и так далее, ты не знаешь, как это сделать, и вот был человек, рассказал там про это QA, и вы когда начали смотреть, да там горы всего, вы вообще обалдели от восторга, и вот понеслось, не надо говорить, вспоминаю все, не надо говорить, вспоминаю все, и вы увидели эту opportunity, и вы от этой opportunity, вы ничего больше уже не хотите, вы хотите этого, вы знаете, что вы хотите, вы учите, не надо говорить, вспоминаю, вы учите, вы разбираетесь, вы хотите быть востребованным, вы хотите быть профессиональным, вы хотите быть на переднем фронте, и так далее, и так далее, и вот вы тут, понятно, да, то есть должен быть элемент драмы, в этом во всем, вы возвращаете то, чего у вас отняли, понимаете, вы оказались в таком месте, где не было работы, которую вы хотели, которую вы любили, и вдруг вот вы занимаетесь, не надо говорить, что вы наслаждался работой переводчиком, это значит, что вы разгильдяйничали, а потом решили взяться за ум, это тоже бывает, но где шанс, что вы не пойдете разгильдяйничать завтра, понимаете, просто вы чувствовали себя, что вам не додали, автомеханик, звукорежиссер, ой, е-мое, за компьютером половина жизни, пора в тестеры, ну, еще раз, вы можете там, как бы выстраивать какие-то схемы, существенно, чтобы схема была убедительной для тех людей, с которыми вы разговариваете, работала в торговле 10 лет, так, обычно люди, которые в торговле работали, они хорошо интервью проходят, могу вам сказать, 6 лет на руководящей должности в компании L'Oreal Paris, находясь в декретном отпуске, решила найти себя, обучилась парикмахерскому искусству, шила одежду, другие направления познавала, это говорит только о том, Юля, это говорит только о том, что работая в торговле, и будучи на руководящей работе, вы не чувствовали себя в своей тарелке, вы чувствовали себя не до конца реализованной, вам что-то еще хотелось, у вас жизнь так сложилась, что вы 10 лет работая в торговле, выросли куда-то там, ну, и это естественно, качество как бы всякого нормального человека, он что-то делает, он делает лучше, он растет, но это не были вы, вы понимали, что это не вы, в один прекрасный момент, нашла курс Михаила, прослушала, поняла, чего я хочу на самом деле, взяла курс в местной школе, бла-бла-бла, ну, пожалуйста, да, можете так, еще раз, образование такое, опыт работы такой, что-то мне не хватало, и я искала себя и в этом, и в том, я не понимала что, пока, случайно не наткнулась на ютубе, там на видео, видео за видео, взяла курс, взяла снова курс, и вообще обалдела от счастья, и я, и ничего не хочу больше, только вот хочу быть, я уже тестировал там на этом аплоз, у меня там было много проектов, я нахожу баги такие, менеджер там от меня, значит, в восторге, я, я, я хочу вот сюда, вот я хочу сюда, вот, отлично, отлично, знаю много программистов, даже очень сильных, которые перешли и развиваются в QA, это правда, особенно вот, я могу сказать, в США много женщин, которые, женщин-программистов, которые, где-нибудь так вот, лет в сорок, там, три, четыре, пять, семь, восемь, плавненько так съезжают в QA, потому что, они не выдерживают этого стресса, им не хочется конкурировать с 26-летними, там, с 7-8-летними, и так далее, и так далее, и они в QA, круты, беспредельно, и все такое, это тоже есть такая тенденция. Преподаватель скрипки, как относится работодатель к музыкантам? К музыкантам вообще относятся очень хорошо, потому что среди, так сказать, из музыкантов, очень много есть программистов совершенно замечательных, и тестеров совершенно замечательных. Я, как человек, который занимается тренингом, могу сказать, что есть существенное различие в уровне проникновения в профессию и последующей успешности между теми, кто именно преподает музыку, и теми, кто исполняет. Вот люди, которые там, бывают у нас, приходят музыканты из филармонии какой-нибудь, или там, вот, они, как правило, очень глубокие, и очень-очень серьезные, такие становятся компьютерщики, причем довольно быстро, они хватают все на свете со страшной силой. А педагоги, и музыки, и чего хочешь педагоги, врачи и педагоги, это две такие тяжелые категории, потому что они, как вам сказать, я по себе тоже знаю, они привыкли, знаете, направлять других людей, и они привыкли быть в положении контролирующих, понимаете, он направляет и контролирует исполнение, понимаете, и превратиться в ведомого, им очень сложно. Они критически относятся, и это им мешает. Поэтому, но, 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 совершенно нормально, тоже замечательно, и все такое, но просто вот музыканты-исполнители, это просто какой-то ураган, хочу сказать. Так, как работодатель в Америке относится к тому, что есть маленькие дети? О, как интересно. Чего-то у меня экран себя плохо ведет. Маленькие дети, я вам скажу так, что, значит, к тому, что есть маленькие дети, относятся так, что они не в курсе. То есть, вас никто не спросит на интервью, что у вас есть ли у вас дети, и сколько именно, и так далее. То есть, это абсолютно их не касается. Есть вопросы, которые работодатель не может задавать на интервью. У меня что-то, монитор барахлит немножко. Значит, не может задавать на интервью, это как бы рассматривается, как дискриминационное. То есть, вас не могут спросить, там, допустим, сексуальную ориентацию, там, вот, что вы там предпочитаете, сколько детей, женат, не женат, и так далее. Это абсолютно запрещенные вопросы. Значит ли это, что никто никогда не задает запрещенные вопросы? Задают. Ну, конечно, задают. Вот, например, запрещено дискриминировать по типу разрешения на работу. А поговорите с рекрутерами. Один из первых вопросов, не из компании, нет. Те поручают этим. Вот звонит рекрутер, один из первых вопросов, какое у тебя разрешение на работу? Вы говорите, у меня там разрешение на работу по политике. Сори, раз нет, ну, исчез. Половина тут же исчезли. Гринкарты нет, тут же исчезли. А когда говоришь, гринкарта есть, говорят, а какая у тебя гринкарта? Ну, как вот ты ее получил? Ну, замуж вышла. А, не постоянная гринкарта. Разве исчез человек? Понимаете? Запрещено категорически, но они это спрашивают. Поэтому, относитесь к этому проще. Вы не для того это делаете, чтобы бороться за соблюдение там всех инструкций и правил, и так далее. Вот. Можно расплакаться на интервью от драмы и счастья. Такие случаи бывали. Хочу я вам сказать, это бывало. Не могли бы ответить на вопрос мужа. Михаил, имею Employment Authorization. У меня разрешение на работу по политубежищу. Прямо подошло. Начал искать работу программистом. Full stack, JavaScript. Хорошо. Разговариваю с рекрутерами. Всех интересует тип моего разрешения на работу. Да. Когда говорю, что asylum, applicant, может, кажется, теряют интерес ко мне. Половина теряют, половина нет. Я имею с этим дело каждый день. И год назад с небольшим администрация Трампа всех напугала, что сейчас они заберут разрешение на работу. Это не касалось политубежища, но это касалось тех, кому администрация Обама разрешила работать, когда у тебя с рабочей визы, когда семья движется на гринкарту, на ранней стадии супруг второй, который не имел разрешения на работу, получает разрешение на работу. Так вот, хотели отнять у них разрешение на работу и у тех, кто по визе L1, там, корпоративные переводы и так далее. И они испугали всех так, что стали, обжевшись на молоке, стали дуть на воду. И говорят, гринкарты нет, Эти люди не имеют никакого отношения к тому, где хотели забрать решение на работу. Но это уже перестало быть важным. И мы в этой истерии, это настоящая истерия омерзительная, которая началась вот, ну, грубо говоря, это было еще до Нового года. Нет, сразу после Нового года, вот, прошлого. Вот мы в этом дерьме год живем. Но сначала дерьмо, оно как бы, просто доминировало повсеместно, сейчас его поменьше стало и так далее. Но в общем, вот было такое, это правда. Половина рынка для него перестала существовать, это правда. На текущем месте работы предлагают 45 тысяч в год с возможностью треть или четверть времени заниматься программированием, разрабатывать продукт компании. если соглашусь на предложение, отсрочиваю еще на год-два поиск работы программистом. Мне уже 33 в этом году. Если иду искать работу, рискую не найти, потому что есть проблемы с этим EAD. Что делать? Значит, делается одновременно две вещи. Значит, вещь первая, на текущем месте работы, ты берешь свои 45 тысяч, так? Ну, потому что у тебя другого нет. И работаешь. Параллельно с этим ты идешь и ищешь работу дальше. Значит, как только у тебя появляется работа, где тебя берут с твоим EAD. И, понимаете, даже тестер на 45 тысяч, я не знаю, чем он там занимается, я не знаю, чем он сейчас занимается, но даже тестер, даже позорный тестер на 45 тысяч США не работает. Это я даже не знаю, куда его занесло. Нет такого места в стране, где бы тестировщик, даже начинающий, работал на 45 тысяч в год. Таких мест нет. Но, еще раз, шаг один, имеем какую-нибудь работу, счетчик пошел считать, плюс у него есть какая-то работа в бэкграунде, он там программист, идет и ищет работу дальше и все. Я бы совместил две стратегии. Что тут делать? Берешь и ищешь. А что сказать начальнику отдела сопровождения два линия? Я ничего не понял. Сопровождение два линия. А, я понял, это саппорт второй левел. Ну, надо резюме смотреть. Какое образование, в какой стране, почему то, почему это. Ну, господи, боже мой. Так нельзя. Надо видеть все резюме, надо видеть, чем человек занимался, надо выкинуть лишнее, оставить то, что нужно и все. Сама хочу стать тестером, но проблема та же. Есть только разрешение на работу. Что сказать рекрутеру, чтобы взяли на работу? Да вы что, это самое. Разве можно с рекрутером вообще что-то обсуждать? Рекрутер, это робот. Без интеллекта, без ничего, без вообще понимания элементарного, о чем речь. Рекрутера надо насквозь проходить. Задача рекрутера ваше резюме поставить в компанию. Вы придумали проблему себе, она у вас зациклена в голове, и дальше вы не можете выйти из этого цикла просто потому, что вы его сами себе создали. Нету там проблемы такой. И рекрутеру ничего говорить не надо. Должно быть резюме, которое менеджер хочет видеть. То есть, рекрутер отдал менеджеру, менеджер говорит, давай поговорим с Анечкой. Какая, смотри, какая хорошая Анечка. Тут у нее опыт, тут опыт, нам нужен такой человек. А рекрутер вообще ни при чем. Какой нахрен рекрутер? Ну, что рекрутер? Как обыграть переход из профессии агроном по специальности защиты растений? Ребят, я уже ответил на этот вопрос. Аспирантура в 2009, аспирантура толком не начала, а, программное испечение в 2009, аспирантура, война, все распалось, опыт программирования университета, нахожусь в зоне АТО, все предстоящее с нуля, решил начать с тестирования. Что бы вы мне посоветовали? Так это что? Это история tell me about yourself или что это? Или я должен? Значит, вы делаете резюме, так? Это одна задача. Под это резюме у вас возникает некоторая история. В резюме у вас должны быть какие-то проекты, которые вы тестировали. Ну, желательно. Даже если это учебные проекты, вы где-то учились, выбрали онлайновый курс, платный, бесплатный, ну, неважно. Вы делали что-то. И вот это, вот это есть содержание вашего резюме. И это все очень индивидуально. Это как вот сказать, доктор, у меня вот тут нутро болит. Скажите, нужна операция или нет? Ну, я так не могу. Это надо диагностику производить. Так. Хорошо. Образование философа, опыта работы, если есть опыт работы репетитором. Все то же самое, что я сказал. Значит, не меняется, не существенно, какая была профессия. Существенно, как вы себя в ней чувствовали, и вот это и важно. Значит, итак, у нас еще получается, что мы уже час двадцать разговариваем на тему tell me about yourself, да, или, ну, мы больше захватываем. Давайте мы все-таки продолжим. итак, вот образование. Училась на философа, работала в пиццерии. Что она там в пиццерии работала, я не знаю. Ну, допустим. Что-то, говорит, видео не пишется, нет? Работает видео, пишет. Да. Вот, работала в пиццерии, хорошо, так вышло. Другой работы не было, там, надо было содержать семью, там, и так далее. Вот все, думала, как жить дальше, и философию не тянуло, и вообще это как бы, вот, ну, как жить дальше. И тут подруга у меня была, которая, значит, вот, в QA работала, тоже из философов была, она уже не то, что в QA, она уже и менеджер. И подруга объяснила, вот есть такая профессия, вот такие-то требования, и так далее. Я подумала, мать честная, да эта профессия для меня сделана. Да если бы я знала, что есть такая профессия, я бы уже 10 лет там была, или там 5. И все, я пошла учиться, я книги, я проекты брала, там, фрилансовские, там, я всем знакомым тестировал, там, их веб-сайты, там, и мобильные приложения, и так далее. Я просто, я, и вот пошла, да, я хочу быть там контрибьютором, я хочу, чтобы ценили мою работу, вот, вот и все. Ладно, давайте мы от вопроса tell me about yourself, значит, пойдем дальше. И посмотрим, что у нас тут есть. Я хочу еще из ваших ответов, что-нибудь, такое прикольненькое, подобывать, да, потому что там наверняка есть очень хорошие ответы. Значит, но просто имейте в виду, что почему мы должны нанять именно вас, мы сейчас с него начнем, это не потому, что у вас навыки есть. Если навыков нет, вообще разговора нет. Почему нанять именно вас, вопрос только в том, чем вы лучше других кандидатов, которых вы еще и не видели, и не знаете. Но мы будем сравнивать, мы поймем. Вот почему тебя. I can do this job. Вы не можете об этом судить. Это, как бы, такой мертвый старт. Не надо туда ходить. Это вообще, это абсолютно исключено. У меня есть навыки, которые вам нужны, вы не знаете. Это прокольный вариант. Мои навыки такие-то. Нет. Мои навыки. У меня много лет опыта. Да. Я подходящий кандидат на эту позицию. А кто вам сказал? Это вы решили? Приходит ко мне девушка и говорит, Миша, ты должен на мне жениться. Я говорю, а с чего? Я как-то что-то совершил такое. Говорит, нет, но я так думаю, что тебе лучше не найти. Товарищ, так не работает. Так. Да. Ну, хорошо. Значит, ладно, идем дальше. Значит, это не потому, что у вас есть навыки, а потому что вы. Опять начинается та же история. Говорит, потому что я пришел из такой-то профессии. Я пришел, я осмыслил. Мне очень нравится, я рвусь в бой. Вы должны меня нанять, потому что я рвусь в бой, потому что я хочу расти в профессии. У меня долгосрочные планы как бы по росту в этой профессии. И пошло, и поехало. Так. Ну, хорошо. Значит, tell me about yourself. high school. Я родился и жил большую часть моей жизни в России. В моем детстве, в детстве я интересовался математикой, биологией, химией. Это, вот почему я поступил в медицинский университет, вот там спрашивали, да? После чего я работал врачом три года и я столкнулся с тем, что работать с разными людьми ну, как бы не мое. Я лучше с машинами. То есть, я не человек-человек, да? Как бы, тип, а я человек-система, человек-техника. С машинами, с оборудованием, там, и так далее. Ну, и когда год назад мы переехали в США, в Калифорнию, я по счастливой случайности вот наткнулся на тестирование и я очень люблю эту профессию, она мне дает удовлетворение и, как бы, мой внутренний, так сказать, перфекшенист тоже такой счастливый весь и ну, да, хорошая история. Хорошая. То есть, человек нашел то место, где он счастлив и он хочет расти. Теперь мы идем, значит, расскажите про ваши недостатки. Мы, наверное, вернемся на YouTube и когда-то я на этом недостатке слабые, он назывался слабые места, я это называл. Слабые места, слабые места собеседования. Собеседование. Вот. Тоже, наверное, из прошлого курса, да, вот он, 340 тысяч просмотров. Слабые места, недостатки, вопрос на собеседование, на работу. Хотя нет, это не из курса, это я отдельно записывал. 9 лет назад, мама родная. Ну, хорошо, значит, 9 лет назад слабые места. Ну, можете тоже посмотреть, но я думаю, что концептуально, я там довольно подробно это все расписал. здесь, что мы скажем, что когда мы говорим про слабые места, давайте почитаем, что ребята пишут. Вот это не надо говорить, что у меня английский неважный. Вот этого говорить не надо. Не надо говорить ничего такого, что привлекает людей, внимание людей, к каким-то реальным недостаткам. тем более, они с вами разговаривают, вы, они слышат ваш английский, то есть, не то, что им надо как-то об этом что-то отдельно говорить, то есть, они слышат ваш английский, а вы им говорите, а вообще-то у меня английский хреновый, ой, ё-моё, говорят они, а действительно, что-то у него тут не идеально-то, а мы еще, может, что-то и не все знаем, понимаете, не нужно привлекать их внимание вот к этому. То есть, не нужно давать им повод сказать, да, пожалуй, что не годится. Значит, эти недостатки должны быть такими, как бы, сказать, понятными. Ну, вот я там привожу пример в этом видео, я говорю, что вот у меня такой малтайтаскин, у меня очень много разных дел, и я вот как-то все время было ощущение, что я чего-то не успел там или не в том порядке сделал, я поэтому с вечера, не с утра, с вечера, я составляю список дел на следующий день, упорядую, что я по важности, вот четыре дела есть, которые я должен, кровь из носу, я должен сделать. Я, может, и шесть сделаю, и восемь, но вот эти четыре я домой не уйду, пока я не сделаю. И это мне позволило вот как бы прорваться через этот вопрос. Вообще, надо сказать, что рост человека, рост, это и есть преодоление каких-то недостатков. Вот есть проблема, преодолели, есть преодолели, есть преодолели. Ну и что, нормально, это другими словами сказать, что мы растем. Поэтому вы миллион раз в своей жизни преодолевали какие-то недостатки. Первое, надо понять, что он есть. Это не всегда люди признают. Второе, когда ты понимаешь, что есть, ты думаешь, а как избавиться? Вот, потом ты начинаешь избавляться, какие-то решения. Вы должны показать, что вы очень цените, когда вам говорят про недостатки. Потому что это реально помогает их исправить. Хотя бы надо сначала знать, что они есть. Я вам скажу, я когда учился в институте, у нас была девочка, такая, бывают такие интеллигентные, такие, ну, 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 такие, прямо вот. и она мне говорит, Михаил, ну, как же ты говоришь ихний? Я говорю, а я говорю ихний. Она говорит, ты говоришь ихний. Надо говорить их. А я понятия не имею, что я говорю ихний. Я знаю, что ихний, это нехорошо. Но почему-то, я говорил ихний, хрен его знает, почему. И она мне сказала, я стал прислушиваться, я до сих пор признателен, потому что, посмотрите, ихний. Вот, где я подхватил, я не могу сказать. По всякому случаю, я к чему говорю? Да, и когда мы со Светой познакомились, она мне говорит, а почему ты, когда ешь, ты гудишь? Я говорю, как гужа? Она говорит, ты гудишь? Я говорю, я, она говорит, да. Я стал слушать себя, перестал гудеть. К чему я рассказываю? Я теперь ем очень тихо, вы рядом со мной никакого паровоза не услышите. К чему я рассказываю? Мы ценим, когда нам подсказывают. Есть люди, которые раздражаются, обижаются, там еще что-то. А вы цените это. Потому что дает возможность исправиться. И вы постоянно над чем-то работаете. То есть вы, когда узнаете, что у вас что-то есть, вы начинаете над ним работать, и вы от этого уходите. Это какой-то такой естественный процесс. И вот пару примерчиков привести. Вы в своей жизни десятки раз что-то меняли. Вы просто, может быть, думаете, как лучше ответить на вопрос. Вы начинаете искать какую-нибудь там булшет на гугле. И я вам скажу, что 99% того, что вы там найдете, будет работать против вас, если вы это скажете. Второй идет тоже. Английский у него слабый. Русский акцент у него проблема. Вот уж действительно, кто их научил этому. Но не может же так быть, чтобы три человека подряд вот так вот, значит, четыре, четыре человека подряд. Вы чего? Абсолютно нет. В общем, смотрим вот то видео, там очень подробно и так концептуально все аккуратненько разложено. Я не хочу ваше время просто на это тратить. Какие у тебя сильные стороны? Опять, сильные стороны это не то, что вы знаете HTML, JavaScript, там и учили QA на курсах. Ваши сильные стороны это личностные вещи. Вот он говорит, я последователь, ну такой настойчив в достижении там замечательных результатов на работе. Это очень классно. Я вцепился, я как бульдог. Я не отпущу. Молодец. Passion, страсть. Ну, так использую слово страсть в таком смысле, что отношение к делу. Значит, пассионарный, он такой, да, как по-русски говорят, у него страсть к самосовершенствованию. Замечательно. Приоритизация задач. Конечно. Вот он здоров приоритизировать. Неплохо в такой ситуации, кстати, примерчик какой-то иметь. Если уже ты заранее себе сказал, что у тебя вот такая сильная сторона, то уже примерчик дай. Понимаете, примерчик, как гвоздем прибить. Понимаете, собеседник, он уже не рыпнется оттуда никуда. Хорошо. Теперь, вот как ты измеряешь личный успех? Вообще, в теории, как бы, вопроса, успех, это когда есть цель, и ты ее достигаешь. В более глубокой теории вопроса, успех, это когда ты движешься к этой цели. Вот каждый день я выхожу там и чего-то делаю в достижении этой цели. Например, вот я учусь в институте, мне нужно пять лет, чтобы его закончить. Я хочу получить высшее образование в университете. Каждый день я хожу на занятия, каждый день я прихожу вовремя, я не опаздываю, я делаю домашние задания, я хорошо сдаю сессии, и я расту профессионально, я еще где-то, может быть, там на кафедре подрабатываю на полставочке или там где-то в интернете. Каждый день я успешен, потому что каждый день я двигаюсь к реализации этой цели. Вы не тогда успешны, когда вам диплом вручили в руки, а вы все эти пять лет были успешны каждый день, когда вы шли к этой цели. Понимаете? Значит, это успех. Но вас спрашивают, вот у вас лично, вот вы к чему-то стремитесь, к профессиональному росту, как вы измеряете свой успех? Вот лично вы применительно к работе так, чтобы нам хотелось тебя нанять. Понимаете, да? Всюду мы добавляем. Как ты измеряешь, оцениваешь свой успех личный так, чтобы нам захотелось тебя нанять? Я свой успех расцениваю как человек, который контрибьютор, который вкладывает в общий котел. Чем больше я принесу в общий котел, тем больше я успешен. Это то, кто я есть. Понимаете? Кроме того, что признание какое-то и деньгами, может быть, и все остальное, но для того, чтобы было признание, для того, чтобы были деньги, для того, чтобы все это было, я должен принести по максимуму в этот котел. И я в этот момент не считаю, дали мне должность, дали мне денег, дали мне звездочку на погоны, там еще что-то, я вкладываю в общий котел служение. Забытое слово. Но вот это то, как я измеряю свой личный успех. Может, у вас еще что-то? Когда вы об этом говорите, это у вас на лице должно быть написано, что вы правду говорите. Вы должны верить в это. Вы не можете сказать, я вот там измеряю свой успех тем, сколько я принес, так сказать, в общий котел, а при этом видно, что вообще все пофиг. И это компания, и это работа, и вот эти люди, которые напротив вас сидят там. Ну, грубо говоря, вы не ковыряясь пальцем в носу и не зевая, несете энергетику человека, который ковыряется пальцем в носу и зевая. Вот, собственно, и все. Хотя физического, так сказать, жеста вы могли не делать при этом. Так, народ, давайте я, мне тоже какая-то обратная связь нужна. Вы, как бы сказать, егошний, но такого я не слышал. Не слышал. А мы с вами как бы на одной страничке, то есть мы об одном и том же говорим. То есть я просто хочу понимать, что зернышки падают в почву, как бы, которая там где-то может быть есть. Хорошо? Отлично. У нас тут 188 человек у нас сейчас в вебинаре и 116 нас смотрят в прямом эфире. Давайте мы глянем. Так, в прямом эфире там кроме здравствуйте у нас что-то есть? Не удаляйте меня, Чего я тебя удалять буду? Так, хорошо. Нас там и в прямом эфире нас тоже слушают. Вот Мария говорила, что я ее забанил на ютубе, а я не банил. Вот она прекрасно пишет. Правда, на другом канале, но я ее не банил. Мария, что у нас сегодня там? Ну, можно сказать, что доброе утро. Бон матан. Так, значит, видите как, друзья, лучше поздно, чем никогда. Виктор говорит, ой, как нужны были ваши советы две недели назад. Все то же, что я прошел на собеседование, на переводчиках, и английский стартап, и даже в украинскую компанию. Но, это не важно. Важно, что она упала куда-то и дальше будет работать. Понимаете, мы же не работаем в прошлое, мы только на будущее. Вот. Идем дальше. Хорошо. Я, я, я рад, что мы как бы вопросами и ответами в какой-то такой динамике отлично. Значит, мы смотрели про личный успех. Как вы себя видите профессионально через пять лет? первое, я сказал, не в должности. Не надо должность приплетать. Я бы, например, так сказал. Вот, допустим, я там вхожу в профессию и так далее. Я говорю, вы знаете, что, я вот сегодня не знаю конкретно, вот, чем я буду заниматься через пять лет в тестировании. Но я знаю, что это будет в тестировании. Может быть, я дорасту там до менеджера. Может быть, я углублюсь в тест automation и буду там серьезным тест automation инженером. Может быть, я буду в мобильных приложениях, а может быть, в вебовских. А может быть, я буду тестировать бэкэнд. А может быть, я буду тестировать дроны или какие-то там виртуальную реальность. Понимаете, этого я не знаю про свои пять лет, но я знаю, что через пять лет в том, что я буду делать, вот куда меня судьба приведет и мой интерес такой живой и так далее, вот я буду тем, кто, who makes the difference, я буду ходить на работу каждый день как на праздник. И каждый раз, когда надо будет идти домой, я скажу, как же так, я же только начал работать, я же только сел. Неужели уже пора идти домой? Там, где я буду работать, я буду работать среди людей, которые будут говорить, Миша, молоток. Вот и все. Вот это то, как я себя вижу через пять лет. Я себя вижу не на должности, а я себя вижу в качестве. И вот когда вы это им скажете, это лучше. У нас тут один есть детка, очень многие люди по-разному отвечают. Все они отвечают со своей позиции и в этом смысле они все правы. Ну просто очень по-разному. У нас, например, есть один такой дяденька, он иногда приходит поговорить со студентами. Он, кстати, где-то у меня есть с ним видео даже, на школьном канале, на Портновскул, у нас есть на английском языке канал. Его зовут Фрэнк. Он вице-президент там компании одной. И Фрэнк как-то вот тут с ребятами и говорит им, ну вот, там, как отвечать на вопрос, как ты себя видишь через пять лет. И Фрэнк им говорит, ты мне скажи, я хочу быть на твоей должности, на твоем месте. Вот скажи, вот если я тебя интервью, скажи мне, хочу быть на твоем месте. Народ перепугался. Знаете, ну вот сейчас, смотрите, вот там, вице-президент с тобой разговаривает, а ты ему говоришь, хочу быть на твоем месте, хочу твою должность. И они все, он говорит, а что вы, говорит, испугались? Он говорит, ведь мне, говорит он, для того, чтобы стать президентом, я не могу стать президентом, если я не смогу на свою должность кого-то поставить. Никто не даст мне уйти в президенты, если не будет при мне вице-президента квалифицированного. Понимаете, да? Он, он в этих, он не хочет выкинуть человека, который всю жизнь решил остаться вице-президентом. Он хочет помочь, стать ему президентом. То есть, в нашем, как бы, ну, президентом, не знаю, но в нашем случае, да, допустим, вы говорите, там, с Киэй-менеджером. Вот. Вы ему говорите, знаешь, чего? Лет через пять я хочу быть, например, Киэй-менеджером, так? На той позиции, на которой ты сейчас. Но чтобы ты был у меня Киэй-директором. Это неплохо. Это, можно сказать, подлизнул, так подлизнул. Вот. И это оригинально, и это, это прикольно. То есть, вас запомнят надолго. То есть, такого никто не говорит. Опять, если это каждый начнет делать, вот тогда, конечно, начнется проблема. Ну, и опять, это момент культурный. Если вы это скажете, там, индусу или китайцу, или русскому, или там, я не знаю, там, какие, иранцу, и там, и так далее, это может быть очень разная реакция, потому что они культурно, из самых разных слоев. Американцу можно сказать, да, нормально. Не важно, может быть, китайец, но он, если он американско выращенный, да, то, вот, американец, его можно. Так. Если ты можешь выбрать любую компанию, куда ты пойдешь? Имеется в виду, назови компанию и скажи, почему. Понимаете? Куда ты пойдешь? Он говорит, вот, стать, ну, кей-менеджером, или там, девелопмент-менеджером. Значит, тебе же не это сказали. Компанию дай. И вот он говорит, я здесь, говорит, и вот, значит, я хочу быть, я уже выбрал. Да, ну, ладно, ты здесь, потому что у тебя работ никакой нет. Ничего ты не выбрал. Ты выберешь, когда у тебя будет 5 офферов, и ты скажешь, я беру вот этот, вот тогда ты выберешь. А сейчас ты пришел, потому что тебе выбирать нечего. Был бы у тебя выбор, разве бы ты пришел? Понимаете? Нельзя вот этим вот дешевеньким отделываться-то. Вот, поэтому, я хочу, допустим, я хочу работать в Гугле. Говорит, почему в Гугле? Я хочу быть на, там, переднем фронте, вот, чтобы самые современные технологии, потому что, или, можно сказать, работая в Гугле, я понимаю, что я могу оказать гораздо больше позитивного влияния, там, скажем, на мир, да, через, так сказать, способности Гугла проникать в каждый дом, чем, допустим, работая в маленьком стартапе, где моя работа не влияет практически ни на что. Но, опять, маленькому стартапу вы этого не говорите. Да, понятно, надо знать, как у Григория Горина был такой афоризм, что, думай, что говоришь, когда говоришь, что думаешь. Понимаете, вот это важно. Так, куда пойдешь? Значит, какая компания, почему? Вы не говорите, я пойду в Гугл, я бы пошел в Гугл, потому что там бесплатные постерушки, или там бесплатный обед в хорошем ресторане. Не поэтому. Что для тебя является такой работой мечты? Опять такая философская штука. Работа мечты – это работа где? Во-первых, ты растешь профессионально, тебе не нужно менять работу, чтобы расти профессионально. Понимаете, проблема профессиональных людей, они же уйти не могут. Если ты работаешь в хорошем месте, ты уйти никуда не можешь, потому что хороших мест, где можно одновременно расти, независимо, так сказать, от того, сколько времени прошло, где можно расти с одной стороны, и где ты при этом хорошо зарабатываешь, и она достаточно стабильная, и так далее, и так далее, таких работ-то очень мало. Понимаете, поэтому у этих людей есть естественное ограничение в том, куда они могут уйти. Им уйти некуда. Ё-моё, вот столько компаний здесь, а некуда уйти. Поэтому хочу работать в конторе, где стабильная работа, где можно расти, где не нужно менять компанию для того, чтобы расти профессионально. Вот это я хочу. Но существенно, чтобы был профессиональный рост. Вот этого я хочу. Расскажи, почему ты хочешь работать в нашей компании. Это вопрос, фактически, показывающий, ну, предлагающий вам возможность показать, что вы кое-чего об этой компании знаете. Кое-чего вы можете знать от того, что порылись там в интернете, посмотрели на их веб-сайт. Но я вам скажу, что на веб-сайте компании понять что-то о ней невозможно обычно, потому что пишется это людьми, которые скрывают суть, а пишут хрен знает что. Такой булшит корпоративный. Не дай бог такое, вот знаете, когда рассказ о компании готовят, так они где работали? Так они берут этот рассказ с веб-сайта компании и сразу чувствуется, что он не своим языком, не человеческим языком. Знаете, как рыбу вытащил, а она ему не человеческим, и наоборот, человеческим языком. В общем, жуть какая-то. Понимаете, это не человеческий язык. Вы можете пойти на такой веб-сайт, как Glassdoor. Давайте, нет, не здесь, где мой notepad. Вот мой notepad. Есть такой веб-сайт, называется www.glasdoor.com Там как раз собираются сплетни о компаниях, об условиях работы, о вопросах на интервью, даже такое есть. Помимо того, что там ищут работу, там есть объявление о найме, значит, вы собираете какие-то сплетни, информацию и так далее. Поэтому, вы приходите уже немножко подготовленными. Если вы пришли не подготовленными, ничего не знаете об этой компании, это уже сразу серьезный минус. Это говорит о том, что вас компания не интересует. Вам просто нужна какая-нибудь работа. И ответить на вопрос, почему ты хочешь работать именно у нас. При том, что вы даже на веб-сайт не посмотрели, мы все время боремся со студентами. Понимаете? То есть, у них философия простая. Мы их шлем куда-то на интервью, типа им обязаны. Понимаете? Он готовиться не обязан. Он пришел вот и говорит, ну что тут у вас? Понимаете? А ты иди сам интервью получи. Иди, получи интервью. И ты знаешь, как готовиться будешь? Потому что ты не хочешь профукать эту возможность. Понимаете? А когда ты знаешь, что у тебя там еще на выходе, еще на выходе, еще на выходе, ну как, что у вас тут? Никому такие люди вообще не нужны. Поэтому вопрос. Почему ты хочешь работать про нас? Это у нас. Покажи, что ты заинтересован. Покажи, что ты провел какое-то исследование. Но очень много информации вы получаете во время разговора. Не только предварительного, но живьем, как бы в режиме реального времени. Они вам что-то рассказывают о компании, вы им вопросы задаете. Говорите там, расскажи, какие у вас проблемы там, какая перспектива тут и там, на какой стадии сейчас находится разработка и так далее. И вы говорите, ребята, из того, что я надыбал до интервью и из того, что я слышу от вас, у меня сложилось некоторое впечатление. Я вам сейчас расскажу, какое, но у меня к вам просьба, если я неправильно что-то понял, вы меня поправьте обязательно. Значит, мое впечатление такое, и это мне нравится, что у вас динамичная компания, например, или, если она не динамичная, скажем, Oracle, вы говорите, у вас солидная такая компания, которая давно в бизнесе, которая, где присутствует, с одной стороны, технология, с другой стороны, вы стабильные, вы не то, что каждые три месяца у вас увольнение и так далее. Стабильная, структурированная. Есть люди, которые любят в стартапах работать, а есть люди, которые любят работать в четкой структуре. Поэтому, мне нравится, что у вас структурированная компания, у вас четко прописана структура. Мне нравится, что у вас есть куда расти. Мне нравится, что у вас команда обалденная. Вот я разговаривал с четырьмя человеками, и я абсолютно в восторге от всех от них. Я чувствую, что у вас хорошая, слаженная команда, и я это очень ценю. Ну и так далее. То есть вы должны как бы креативненько посмотреть до и посмотреть во время. Но перегибать палку нельзя, понимаете? То есть вы не можете сказать, ой, я там про вас все знаю, я давно мечтал работать в такой конторе, как вы, и у вас даже нечем объяснить. Вот этого не надо. Дешевки не надо. То есть дешевка не работает. Я хочу у вас работать, потому что я надеюсь, что я достигну своих целей быть кем-то, кто крут. Но, понимаете, я надеюсь, это, конечно, здорово. Понятно, что вы не можете быть уверены. То есть фактически, я вижу, что у вас есть много возможностей профессионального роста. Вот это. То есть мы другими словами сказали. Мы другими словами сказали, что вы хотите быть там самым and who makes the difference. Но просто, я вижу, что есть возможности профессионального роста, и это то, что я хочу. Мне это очень важно. Причем, если они делают базы данных, вы говорите, я очень хочу расти в направлении баз данных. Если они занимаются сетями, вы говорите, я очень хочу расти в направлении сетей. Я связист, например, я говорю так, что весь мир технологий айтишных состоит из двух больших компонентов. Это информация и как до нее добраться. То есть базы данных и сети. Все остальное, что там есть вокруг, оно прикладывается к этому. Но в основе лежит базы данных и сети. И вы говорите, я когда смотрю, что у вас там можно круто уйти в базы данных или в сети. Я абсолютно с вами, потому что я вообще представить себе не могу, как в сегодняшнем мире можно быть крутым, без того, чтобы в сетях хорошо разбираться. Или в базах данных. Вы можете это дело переложить еще на дроны, вы можете переложить на виртуальную реальность. Вы можете переложить это на... Ну что делают люди? Дело в том, что когда у тебя особенно опыта мало, да чем бы они ни занимались, это большое счастье с ними поработать. Понимаете, когда вы уже там 5 лет, 7 лет, 10, 15, и вам уже нужно такое что-то особенное, такой цимес, понимаете? Вам не надо, вам все что угодно пойдет. Вы не избалованы шикарными ресторанами. Там, понимаете, три звезды мишелиновских. Нет. Вы можете и в китайском недорогом получить большое удовольствие. Поэтому цените то, что есть. И в каждой конкретной работе, в каждой конкретной компании есть масса такого, что можно сказать, я рад этому. Вот, собственно, и все. Ну, вы должны понимать, что они, кто они, откуда они взялись. Вы можете спросить, например, вот, скажем, вот первый человек, с которым вы говорите на интервью, да? И говорите, вот слушай, допустим, я у вас проработал, не знаю, там, 3 года, да? Вот скажи мне, какие технологии, какие маркетабл скиллс, да, я приобрету, например, вот, из того, что вы делаете? Ты же лучше знаешь, что вы делаете. Вот, скажи, например, да? Первое, он по вашему вопросу понял, что вы интересуетесь маркетабл скиллс. Это всем нравится. Это абсолютно всем нравится. Вот, поэтому вы поспрашивали там одного, спросили другого. И это хороший вопрос на интервью, например. Он вас показывает в хорошем свете. Поэтому, когда он говорит, а почему ты хочешь у нас? Он говорит, а потому что, когда я тебя спрашивал про, какие маркетабл скиллс я приобрету через, там, 3 года, и ты сказал, вот это, вот это, вот это, и я в этот момент понял, что, если у меня завтра будет 10 оферов, я возьму ваш. Опа-на! И они уже в капкане, в полном, им деваться некуда. Понимаете? Ну, все уже, ну, 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 что? Кто скажет круче? То есть, я когда-то занимался, я, я, по-моему, рассказывал эту хохмочку, я занимался боксом, там, в восьмом классе. И там вот, ну, там были мастера, там были серьезные люди. И, знаете, почетно, вот там, спинку потереть, там, мастеру какому-нибудь, там, в банке, там, которая была. Все это в церкви находилось, на Спартаковской улице в Москве. И вот, значит, метро Бауманское. И там был один дядька, мастер спорта по боксу, я не помню его фамилию уже. Он был знаменит тем, что у него был какой-то непробиваемый брюшной пресс. Непробиваемый, то есть, можно молотить, чем хочешь. И он, когда выходил на ринг, он руки так расставлял, вот бей, да? Он расставлял руки, все же закрывают, чтобы не пробить. А он расставлял руки и работал на опережение. Когда кто-то пытался нанести удар, он его бахал по башке и все. Ну, или там, куда придется. К чему я рассказываю это все? К тому, что в тот момент, когда вам задают вопрос, они раскрываются, понимаете? Вы пришли, так, расставили руки, ну, спрашивай. А руки-то у вас где? В боевой позиции, кулаки. И он вам говорит, почему ты хочешь работать у нас? И вы его бах в этот момент по башке. Потому что вы готовы, потому что вы ждете, потому что вы знаете, как дать по башке. И он в нокауте, в смысле, оффер у вас в кармане. Я пытаюсь такие, как бы, простенькие аналогии, чтобы вы понимали, как бы сказать, характер вот того, что там происходит. Вот, примерно так. Идем дальше. Какой там последний-то у нас? Что, в твоем, так сказать, по твоему мнению, значит, нужно человеку, чтобы быть успешным в тестировании? По большому счету, в любой профессии, для того, чтобы быть успешным, абсолютно в любой, нужен некоторый набор качеств. Ну, скажем, тестер или программист, например, а чем тестер отличается от программиста с точки зрения набора качеств для успешной такой профессиональной деятельности? Ну, практически ничем. То есть, ты должен быть внимательным, ты должен быть рассудительным, здравый смысл должен быть. Вот я, когда начинал учить тестированию, это было в 94-м году, я на первом уроке говорил, вот, что нужно для того, чтобы быть хорошим тестером, чтобы люди понимали, в какую профессию они пришли. И я им говорил, значит, нужна одна вещь. А я их спрашивал у человека, вот вы считаете, что нужно? Они говорят, там, HTML, ну, не было HTML, там, что, технические навыки. Вот. Я им говорю, нет, ребята, здравый смысл. Common sense. На английском это, надо сказать, довольно забавно звучит. Значит, common sense это здравый смысл. То есть, как бы, дословно, common sense это общий смысл, да, common sense. Common sense. Это здравый смысл. Есть такая хохмочка, вот, говорят, common sense is not, is not very common. То есть, не сильно распространен, понимаете? Здравый смысл не сильно распространен. И, значит, в первую очередь надо иметь здравый смысл. Но, послушайте, ну, с другой стороны, в любой профессии надо иметь здравый смысл. Ну, что ж такое-то? Ну, я, 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 а что вот там, трак водить не нужно, здравый смысл? Но, здесь вот нужен здравый смысл. Это, это качество, если оно у вас есть, то все остальное приложится, как, как ни странно. Ну, и, конечно, нужно быть, там, допустим, хорошим пользователем, как минимум. Хорошим пользователем. Человек, который не пользователь, не может тестировать. Даже самые простые виды, там, вот этого черного ящика тестирования, ты не можешь делать, если ты не пользователь, тебе не с чем сравнить, у тебя нет опыта. Использовать. Вот, значит, что нужно, чтобы быть успешным? Ну, давайте мы порассуждаем. Есть такая фраза, давайте я вам напишу, она мне очень нравится. Я раньше в резюме даже вставлял, но она так бросается в глаза, что становится штампом очень заметным, я перестал это делать. Вот такое, такое определение. Perfectionist. Perfectionist это человек, у которого все должно быть perfect, идеально. Не знаю, как по-русски. Наверное, сейчас по-русски тоже говорят перфекционист, да? Перфекционист, who has learned how to survive in the real world. Значит, вы потренируетесь в том, чтобы сказать это хорошо по-русски. Вот, а смысл такой, перфекционист, который научился, научился выживать в реальном мире. Понимаете? Потому что в реальном мире нету места вот для такого perfection. Ты можешь, вообще, люди перестанут с тобой разговаривать, уже невозможно с тобой дело иметь. Ты можешь тормозить процессы, ты можешь требовать качества в 10 раз большего, чем, например, реально можно достигнуть, там, с учетом того, сколько денег есть, или, там, других ресурсов, временных ресурсов и так далее. То есть, всякий перфекционизм должен быть привязан к реальной задаче, в контексте должно быть, понимаете? Вы не можете быть перфекционистом вне контекста. Задача такая, допустим, у нас стартап, через 3 месяца, либо нам дадут еще денег на следующий там год, либо мы закроемся. А вы в этот момент ходите и говорите, а вот там на экранчике, вот там надо бы двоеточие поставить вот в этом месте. Они говорят, чувак, если ничего не крашится, не надо ничего, даже не отвлекай никого. У нас сейчас стадия выживания, когда у тебя есть денег еще там на год, а может быть на три и так далее, ты начинаешь подчищать там мелочевку. Но если ты вне контекста находишься, ты начинаешь отвлекать других людей, ты мешаешь, ты реально вред приносишь. Так вот, вопрос какой, значит, что нужно, вот, ты должен быть успешным в QA. Ну, например, вот, нужен здравый смысл. Это очень важно, здравый смысл. И нужно быть таким перфекционистом, который научился, с одной стороны важно быть перфекционистом, но с другой стороны важно научиться жить в реальном мире. И это тоже проявление здравого смысла, между прочим. Чтобы научиться жить в реальном мире, надо иметь здравый смысл, иначе ты останешься жить в своем собственном мире. Вот, например, я бы вот этим ограничился. Хорошо? То есть, можно долго на эту тему, вы себя не представляете. Но вот, может быть так. Давайте я отвечу на ваши вопросы. У нас сейчас тут интервью будет. Из компании приходится студентов интервью, мне нужно офис мой освободить. Так, смотрим. Нет ли чего такого? Что делать, если компания, куда хочу устроиться, если и есть топовая компания в моей отрасли? Ну, вы говорите. А я не понял, на какой вопрос вы отвечаете при этом. Значит, если вопрос, почему вы хотите работать в этой компании, вы говорите, так потому что топовая. Потому что хочется быть на острие, хочется быть в таком месте, когда круто. А чего же работать еще где-то, если можно работать тут? Понимаете? Ну, как же. Хочется топовую. Вопрос-минусы. Проще озвучивать так, что твой ответ подчеркивает, наоборот, положительные черты. Не переусердствуйте. Иногда задерживаясь на работе, это значит, что вы не в состоянии организовать свое время. Правильно. Если вам менеджер говорит задержаться, вы задерживаетесь. Если вам менеджер не говорит задерживаться, не надо. Особенно, если позиция консультанта. Значит, вы работаете через какое-то агентство. Если вы работаете сверхурочные, то вы крадете деньги у своего агентства. Потому что за каждый час сверхурочных компания должна не только вам, но и им тоже. И так далее. Я бы не нарывался. Я бы не нарывался. Это есть такое, чтобы, как бы, всякий недостаток, он же и достоинство, и наоборот. Если там перегнуть в ту или другую сторону, есть такая фишечка. Но это не так просто. Это не так просто. То есть, опять, надо в контексте. Надо в контексте. Так. Как такой минус? Я немного закрытый человек. Мне нужно время, чтобы влиться в коллектив. Вы говорите так. Я исторически, исторически, такой, как бы, человек не очень такой общительный, да? И мне пришлось какое-то время работать с собой. Потому что все-таки это же тимворк. И ты должен быть в команде. И какое-то время я вот чувствовал, что какой-то конфликт у меня с этим. И я с этим работал. И я, в общем-то, сейчас чувствую себя нормально. То есть, может быть, мне нужно там на пару дней больше, чтобы влиться в коллектив, чем, скажем, человека, который просто общительный. Но я считаю, что я в значительной степени это преодолел в себе. Вот как-то так. На позитиве. Ну, хорошо. Рекрутер спрашивает сначала референсы и только потом резюме. Как быть начинающему? Канада. Понимаете, история. Дело в том, что люди работают в конкретных условиях. Если там на 10 начинающих, 9, у них референсов нету, когда нужно референсы, рекрутер говорит, не, нифига, я не буду его никуда посылать, пока референсов уже нету. Первое. Второе. Когда вы посылаете резюме, вы должны быть готовы к ответу, какие у тебя референсы, потому что без этого дальше дело не пойдет. Вы не можете сказать, я выехал на дорогу, а там другие машины. Ну, сори, ну тогда не выезжай. Ну, это правило игры. Как же, ты не один на дороге. Значит, они говорят, давай референсы. Вы должны спросить себя, какие у меня референсы. Вот вы начинающий. Ну, хорошо. Профессиональных референсов у вас, может быть, нет, но у вас есть рабочие, рабочие, персональные референсы. Допустим, вы там, я не знаю, вы где-то учились. Вот он вас может охарактеризовать как, там, студент, который вместе с вами учился. Преподаватель гораздо лучше. Вот этот преподавал у вас там в университете. Они с удовольствием, они знают, что у молодежи нет референсов. Они с удовольствием выступают референсами. С удовольствием. Они могут вам даже написать этот референс. Честно сказать, я бы с гораздо большим удовольствием видел резюме, в котором есть уже какой-то опыт на проекте. Ну, то есть, даже если это был учебный проект, ну, все равно. Ну, где-то же вы учились, кто-то же вел этот проект. Ну, если вы в записи смотрели, конечно. Я даже не знаю, что с этим делать. Но это вопрос, на который нужно ответить до туго. Вы можете взять приятеля, например, который, там, программист. И у половины программистов есть какие-то проекты, которые они делают на стороне, там, где-то. Он какой-то веб-сайт там делал. Вот. Вы можете с ним, там, поговорить, потестировать, там, пару дней его веб-сайт. Он будет вам референсом по веб-сайту, который вы для него тестировали. То есть, отсутствие референса – это вопрос, который чинится, как бы, нормально. Но это правила игры, как же. Так. Хорошо. Значит, ребятки, мы с вами сегодня, значит, заканчиваем. Я напоминаю, что у нас Жанна будет продолжать Unix. И это будет в среду, на следующей неделе. Вот сегодня четверг. Значит, у нас занятие вторник, четверг. Значит, Жанна будет в среду. Давайте я посмотрю, что у нас там по расписанию проходит. Мы как раз сегодня часа в три должны собраться и обсуждать, что делать дальше. Потому что вот это мы сделали – поиск работы в США. Вот первый урок у нас уже был. Сейчас мы делаем второй. Вот тут. Вот тут. И теперь мы идем… Значит, у нас начинаются проекты. И у нас еще начнется автоматизация. Значит, у нас есть проект веб-приложения, Жанна ведет. У нас есть мобильное приложение. Это, скорее всего, Наталья у нас есть. И мы хотели чуток по автоматизации. Значит, там три урока. Ну, хорошо, три урока. Мы думали насчет автоматизации. Идти с Апиумом – это инструмент для автоматизации тестирования мобильных приложений. Но вот сейчас у нас такое рассуждение, что там довольно сложная установка, особенно на Маке. И, может быть, мы лучше тогда пойдем на автоматизацию на население в веб-драйвере. Вот. Кстати, мы только что сделали сюжетец. Давайте я покажу. Он в открытом доступе висит, поэтому я так не знаю. Значит, youtube.com и тут partnov.school. Вот partnov.school. Там много чего у нас есть на английском, правда, языке. И вот тут у нас из последнего. Вот Sirenium WebDriver. Значит, уже 430 просмотров. Давайте я, знаете, что сделаю. Может быть, я сейчас туда пойду и ссылочку возьму, вам брошу. Вот. Это почти на 3 часа. Там почти 4 было, но с перерывами я еще подрезал. Это практически полная запись первого урока. Там серьезные ребята серьезные вещи рассказывают. Ну, вводная. Поэтому на уровне вводности это будет там очень понятно. И как бы вы там и руками сможете поделать и так далее. Насчет Жанны третьего урока, наверное, у нас третьего урока для Жанны не получится. Получится 2. Но Unix не только Жанна преподает. Задача Жанны показать вам как бы видение Unix со стороны тестера. И у нас нет задачи по всем абсолютно компонентам сделать какой-то серьезный такой всеобъемлюющий курс. Даже если Жанна будет иметь 5 занятий, я вас уверяю, что можно будет и еще, и еще, и еще. Вот тут лекция Виктора. Значит, он рассказывает о некоторых вещах, относящихся к тестированию. Там лекция на 5 часов. Поэтому я ее буду резать на кусочки. Но тоже вот уже первый кусочек тут есть. Он рассказывает очень интересные вещи. Я не знаю, откуда тут взялись люди, которые ему тут дислэнки какие-то ставят. Странные есть люди. Как-то реализуются через протест такой. Дай им Бог здоровья. Так вот, значит, посмотрите это. Посмотрите Selenium Web Driver. Сегодня будет вторая лекция. Я буду записывать. Но я не обещаю, что я дальше что-то буду вывешивать в публичный доступ. Только если, может быть, какие-то ограниченные кусочки. Вот поэтому... Ну вот первое есть, посмотрите. Вам будет... У вас будет такая общая картинка хорошая. Там Selenium, Cucumber, там, я не знаю, Java, общая картинка и так далее. Он там... Докладчик. Он там немножко... Немножко, ну как-то... Не то, что сильно противоречит. Ну, в каком-то... По чуть-чуть. Вы увидите, как они определяют некоторые понятия в компании. Он из Oracloss. Вы увидите, что он там разделяет тестирование smoke testing и acceptance testing. И во многих конторах это вообще одно и то же. Но, значит, у них там... Вот они по-разному. Вы посмотрите, как это бывает применительно к условиям той компании или этой компании. Я считаю, что перед тем, как вы, так сказать, двинетесь на нашу автоматизацию, которая для вас будет специально, послушайте эту. Она, правда, по-английски, но тем не менее. Он так по-английски понятно говорит, типа меня. С таким русским акцентом хорошим, таким качественным и так далее. Ну что, ребята, давайте я, наверное, буду завязывать. Презентацию по Unix, а она есть? Если есть презентация по Unix, то мы, конечно, ее туда подложим. Я просто не знал, что есть. Все, давайте я спрошу у Жанны. Значит, так, первым делом мы расстаемся с теми, кто у нас в прямом... Нет, сначала с теми, кто в вебинаре. Так, значит, мы говорим стоп рекординг. Все, ребята, счастливо. До... Ну, будем надеяться, что до вторника. Если что, то я в группе напишу. То есть, может быть, мы вторничное занятие отдадим на среду, и тогда встретимся в среду и в четверг. Вот может так тоже получиться, я потом отдельно скажу. Все, мы с вами прощаемся. Субтитры сделал DimaTorzok